Дай почитать. Публично признался, что еще в школе столкнулся со сложностями изучения истории. Получил двойку за то, что не в ту сторону нарисовал стрелочки в родословные египетских фараонов. Видимо, так ему солоно пришлось, по его мнению, неправильное преподавание истории. Так его тверзало желание разобраться в событиях минувших веков, что начал он создавать небольшие ролики по истории России. Затем обучение школьников и, наконец, написал книгу Рюриковича «История династий для бумеров и зумеров». Артемий Сайфудзинов сделал все возможное для того, чтобы избежать научно-академического стиля и попробовал объяснить даже сложные вещи простым языком, а иногда, как он говорит, и банальным сленгом. Цель книги – заинтересовать историей тех, кому она не нужна для профессии или учебы. Он затронул период правления первой династии в истории России 8-16 века. И это помогает не только восстановить в памяти имена первых князей даты, но и заполнить познавательные проблемы захватывающими фактами и культурно-историческими параллелями. В книге есть много новаторских вещей для бумеров и зумеров. Они должны себя чувствовать в своей стихии. Особо выделены имена и даты. QR-код помогает посмотреть на знаменитые репродукции с изображением ключевых событий российской истории. Есть специальный родословный разворот, где записаны все имена представителей первой правящей династии. Есть и особые микро-рубрики. Спойлер – историки спорят, а в это время. Например, глава «Ольга и Святослав. Уроки по устранению конкурентов огнем и мечом». В этой главе вы узнаете, почему умение княгини Ольги общаться с птицами не делает ее диснеевской принцессой. Как она же громила своих врагов без предупреждения, а ее сын Святослав наоборот. Как все тот же Святослав не мог определиться со столицей Древней Руси. В этой главе вы не узнаете, отчего про летописную месть княгини Ольги еще не сняли триллер. Где пределы доверчивости племени древлян? Почему у князя Святослава так много успешных походов, но так мало присоединений? Тут же микро-рубрика «Историки спорят». В истории Крещения Ольги есть несколько нестыковок, которые приводят к разной трактовке этих событий. Следующая микро-рубрика. А в это время в центре Европы формируется Священная Римская империя. Странное государственное образование, которое просуществует аж до начала XIX века. Книга Артемия Сайфуддинова «Рюриковичи. История династии для бумеров и зумеров» тем не менее обстоятельная и серьезная. Обыгрывается подача материала, применяются новые подходы, но суть остается прежней. Книга входит в издательскую серию «История без купюр», посвященную знаковым историческим событиям и личностям. Пока в ней еще три книги других авторов «Один день в древнем мире», «Современная древняя Греция», «Плохие девчонки, которые изменили мир» 12+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенская 65, Ленина 103А, Луганская 53 и Волкова 6А. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok